На прошлой неделе был опубликован анонс запуска веб-сервисов Арбономики и для меня лично это стало отличной точкой для того, чтобы систематизировать в целом представление о том, что такое веб-сервисы для интернета вещей, например, не только децентрализованных технологий, имеющихся ранних платформ, включая нашу, но также и посмотреть снова на то, что предлагают Amazon Web Services, Azure IoT и прочие облачные платформы для того, чтобы связать пользовательские данные, поступающие от устройств с интерфейсом, аналитикой. Ну, в общем, как все это перевязывается бантиком, это вопрос, который требует всегда внимательного обсуждения, понимания для того, чтобы не только правильно прочитать график, но и еще и понять, где и в какую сторону правильно построить новую стрелочку, нарисовать новый веб-сервис, который будет не сбоку припеком, а будет чем-то более полезным. Давайте попробуем. У меня уже на доске нарисована, наверное, консистенция того, ради чего веб-сервисы в области интернета вещей существуют. А именно, это возможность, открыв некоторую URL, зайдя в веб-приложение или же мобильное приложение, посмотреть зелененькие данные о давлении и температуре в трубах. К примеру, это будет полезно любому промышленному предприятию или, например, человеку, у кого есть загородный дом. Популярный сценарий и зелененький, значит, в порядке, а значит, уже есть аналитика. И как вообще этот процесс происходит, какие по пути шаги есть, как производители устройств и участники рынка интернета вещей за последние 10 лет наладили мосты, выстроили элементы данной инфраструктуры. Это в действительности вопрос, требующий ни одного подхода к доске, так что разберемся в пару заходов. Для начала я нарисую слоистую схему, потому что чаще всего ее, наверное, и видел в представляемых материалах от различных платформ. Ну и она у меня у самого даже, когда уже уходит шлейф конкретных логотипов, она у меня проявляется, поэтому попробую ее странслировать и вам тоже. Примерно так. Немного, немало три слоя. Первый – это программное освещение, которое устанавливается на устройство для того, чтобы обеспечить сбор данных сенсоров, их первичную подготовку и обработку на уровне ESP, Артуины или чего-нибудь чуть-чуть посложнее, как Пишка или, может быть, даже НЮК. После чего обеспечивается передача данных на контролирующие сервисы, которые, в свою очередь, имеют элементы подключения, то есть стороны приема, имеют механизмы управления внутри себя для того, чтобы обеспечить безопасность, обновление на устройстве, группировку их. И также передачу дальнейших данных в базу данных на архивирование, к примеру, или в сервисы аналитики, которые уже как раз-таки будут являться источником, к примеру, зелененьких данных внутри системы. Теперь давайте попробуем пройтись по каждому из этих слоев отдельно. Программное освещение, которое устанавливается на устройство. В целом, все равно немножко выбивается, потому что мы говорим о веб-сервисах, а программное освещение на устройстве – это не веб-сервис, это вообще сторона прикладная и связанная больше с вычислениями на стороне устройства. Но мы понимаем, чтобы оказать любой веб-сервис, нужно обеспечить поддержку тех протоколов коммуникации, которые используются на стороне устройств, что очевидно. С другой стороны, мы можем еще понимать, что иногда пользователь еще даже сам не знает того, что должно быть установлено на стороне устройства. Он согласен выбрать среди нескольких возможных опций ту, которую будут поддерживать интересующие его веб-сервисы уже на следующем этапе. Каждый раз, говоря о каждом слое, давайте не забывать вот об этом правом верхнем углу именно зеленых данных. Любой заход производителя, владельца компании, производства, частной собственности при покупке чего-то из области интернета вещей, связанного с веб-сервисами, будет ориентироваться на именно ценности, которые предоставляет весь этот комплекс вместе взятой. Вряд ли стоит вопрос «я хочу именно вот так и никак иначе на уровне первом». Скорее всего, будет больше требований к уровню аналитики и уровню контроля за устройствами, контролирующих сервисов. Что можно сказать об уже распространенном опыте? Возьмем Amazon Web Services. Там данный вопрос решается в первую очередь, наверное, вот так. Популярный протокол передачи данных MQTT и плюс, например, Amazon Web Services активно поддерживает FreeRTOS, open source, реализацию операционной системы реального времени, хорошо справляющейся с задачками. Но в целом, еще раз, при всем зоопарке, о котором уже несколько раз я упоминал в своих видео, устройств, вариантов программно-аппаратных платформ, если начинаешь дальше смотреть, то их можно сгруппировать, и популярных протоколов коммуникаций остается на поверхности не так много. И, например, MQTT, его поддержка на уровне устройства, в общем, обеспечит, скорее всего, вам интеграцию с любыми веб-сервисами управления от крупных облачных платформ и не только. Как минимум, это мой совет, будет, наверное, легче. Следующий момент. Сервисы контроля. Вот здесь уже становится поинтереснее. Потому что, во-первых, это уже веб-сервисы. Во-вторых, они делают 90% работы. Понятно, что остается еще 90%. Они делают фундаментально важную работу для того, чтобы потом смогла случиться аналитика или вообще смогло случиться хранение данных и даже вывод первично собранных и даже обработанных на стороне устройства данных на интерфейс пользователя. Именно на уровне сервисов контроля обеспечивается безопасность, connectivity, то есть подключение, группировка устройств, обновление прошивки. И практически все утилитарно обобщенные задачи, которые формируют самый базис возможностей, которые не так, еще раз скажу, интересны с точки зрения конечного продукта или сервиса, но являются очевидным набором всего того, что нужно, хоть и заранее не думал. Все они находятся обычно в этой области. Давайте их тоже на подгруппы разобьем. Наиболее очевидные. Connectivity, подключение, менеджмент, управление и апдейт. Апдейт у меня получился. Апдейт. По каждому из них отдельно. Connectivity. Вообще, connectivity, конечно, можно и добавить сюда. А еще, вроде бы, он поглощает вопрос протокола. Это, наверное, нельзя ставить в одном ряду, это как сравнивать большого с зеленым. Но помимо поддержки стандартного протокола коммуникации, например, MQTT на стороне устройства, необходимо еще иметь уже полностью подготовленный программный модуль, который совместим с аппаратным обеспечением, которое вы используете чаще всего Arduino-подобное что-то. И для этого Arduino-подобного должна быть прошивка, включающая в себя набор необходимых функций для того, чтобы передать данные по MQTT протоколу на контролирующий сервис. Поэтому connectivity, он где-то посередине, но все же я бы его больше отнес бы к контролирующим сервисам, потому что на уровне connectivity могут производиться необходимые проверки. Именно принимающая сторона с точки зрения веб-сервисов и обеспечивает подключение. То есть открытый порт для ваших датчиков и есть connectivity к веб-сервисам. Можно примерно так себе нарисовать. Второй вопрос. Management. Что нужно обычно делать с устройствами, если у вас больше одного датчика? Например, возьмем корпоративную сеть какого-то предприятия, где у нас есть не один поток труб, а есть десяток различных групп, как вы понимаете, разного целевого назначения, разной степени важности. Веб-камеры, которые находятся на предприятии, нужно группировать. Датчики для температуры и давления. В общем, все это нужно разделить на группы для того, чтобы было удобно им задавать, например, права доступа на просмотр данных. Это тоже относится к сервисам управления. И третья часть – это обновление. Мы уже неоднократно сейчас сталкиваемся. Обновление прошивки вызывает необходимость снять устройство, подключить его обратно к Arduino IDE, залить на него новую прошивку и вернуть его обратно на место. Как понимаете, если вы уже поставили все, красиво хомутиками перетянули, спрятали где-то, то вы не получите ни одного лестного в свою сторону отзыва от любого полевого инженера, если вы скажете, чувак, тут вышла новая прошивка, надо бы ее залить. Нет, вам необходимы будут сервисы, которые будут контролировать ваше устройство, отправлять им задачи на обновление прошивки. Кстати, я не добавил. Триггер. Я думаю, все понятно, в принципе, из самого названия. Триггер – это та функция на стороне управляющих сервисов, которая позволяет по поступлению данных как раз-таки запустить процесс определения, куда эти данные должны пойти. Давайте для примера. Ну вот, посмотрите, от IT-устройства на контролирующие сервисы поступают данные. Нам либо нужно эти данные положить в базу, либо отправить на аналитический сервис. За такой процесс, что выполнить с данными на уровне контролирующих сервисов, отвечают функции типа триггер. И последнее, что остается, это аналитические сервисы. Здесь, если честно, все сводится как раз-таки к реализованным внутри веб-служб, уже подготовленным более частным случаям. Azure IoT или Amazon Web Services. Когда начинаешь читать описание аналитики, то в целом начинаешь понимать, что, скорее всего, это самый молодой раздел, что есть правда. Каждая, наверное, отдельная веб-сервис-служба, она обладает своим набором уже готовых аналитических сервисов, несколько более общепринятых и используемых. Но, скорее всего, можно себе построить такую картину, что это будет приводить к... Когда мы доходим до аналитики, вы будете отправлять с помощью триггер-функций на контролирующем слое данные в виртуальную машину, не более, в который код вы уже будете писать сами. Когда-нибудь в ближайшее время мы больше получим, я думаю, аналитических сервисов, которые будут работать из коробки, а пока что просто изучайте, что конкретно предлагает каждая отдельная служба. Потому что набор их предложений на сегодняшний день растет постоянно, их надо мониторить, они в разной степени реальной готовности, иногда довольно сложны в понимании, поэтому это очень молодая составная часть. И как раз из нее порождается конкретный пользовательский сценарий, юзкейс, как вам удобно. Это первая часть, посвященная веб-сервисам в области интернета вещей. Далее поговорим еще больше о коннективите. И после этого поговорим об аналитике в децентрализованных средах, а также о том, что робономика, робономикс веб-сервисы из себя представляет и зачем мы это делаем. Кто смотрел, спасибо. Если что, будут вопросы, пишите. А полезные ссылки или немного описания я оставлю в описании к видео. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч.